Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. На прошлом уроке мы завершили с вами очередной урок по книге. Я вам обещала, что мы возьмем с вами тему грамматическую — это Аль-Илафа. Аль-Илафа у нас уже встречалась в предыдущих уроках, и хотелось бы более подробно сказать в умеренном объеме эти подробности, настолько, насколько сейчас позволяют уже те знания тех лексических единиц или тех моментов, которые мы уже с вами разобрали сначала. Тема называется «Аль-Илафа». Что подразумевается под этим? Какие смыслы могут передавать такие конструкции? То есть это конструкция, минимально состоящая из двух слов, когда слова находятся в сопряженном состоянии. Смысл, который могут передавать такие конструкции, связаны, если брать очень так коротко, с значением принадлежности или со значением отношения к чему-то. То есть это или смысл предлога «ли», или смысл предлога «мин». Принадлежность, значит, что-то к чему-то принадлежит или к чему-то относится, или, например, что-то из чего-то, например, состоит. Но чаще используется все-таки смысл отношения или принадлежности. И это уже у нас встречалось, несмотря на то, что мы с вами только завершили четвертый урок по книге, но, тем не менее, уже у нас было немало фраз, которые вот относятся к этой конструкции. Сейчас скажу вам основные моменты, которые необходимо запомнить для того, чтобы эта конструкция была верной. Возьмем минимальную «идлафу», состоящую из двух слов. Эти два слова будет... У них свое название, то есть «идлафа» состоит из... Во-первых, «альмулаф». «Альмулаф» — это первое слово. И можно сказать, что это главное, скажем так, слово в этой конструкции. Скажем, главное слово здесь, да? Оно называется «альмулаф». У каждого из этих слов есть свои категории, которые необходимо запомнить и знать. То есть «альмулаф» — главное слово. И это главное слово будет стоять впереди, то есть на первом месте. Второе слово называется «альмулаф» — это слово, которое можно назвать несогласуемым определением. Несогласуемым определением. То есть оно дает какой-то смысл, да? То есть, например, принадлежности. А это, как правило, дает определяющий. Например, мы скажем, там, городской парк. То есть парк, который относится к городу. Или, я скажу, например, дом учителя. То есть дом принадлежит учителю, да? Он относится, как бы принадлежит ему. Вот это определение, да? Но в отличие от согласуемого определения, которое мы тоже с вами разбирали, там грамматически они все совпадают, да? Здесь оно не будет совпадать. Поэтому это определение несогласуемое. И у него тоже будут свои особенности, про которые мы с вами будем говорить. Начнем с нулаф. Сначала напишу вам те особенности, которые следует учитывать при построении. И потом, иншаллах, примеры. Во-первых, нулаф, нулаф, первое, не принимает артикль. Да, то есть у него артикля не будет. У нас артикль аль, да, то есть у него артикля не будет. Второе, не принимает танвинг. Третий пункт, это то, что это слово может приходить в любом падеже. Этот падеж будет зависеть от того положения в предложении, которое слово занимает. В зависимости от его места в предложении. Так как это главное слово, оно будет иметь какое-то, как правило, да, если это обычная илафа, никаких там тройных нету или больше, то оно будет стоять в каком-то падеже, да, то есть играет какую-то первую роль очередную. Помимо того, что это слово мулаф, оно еще будет играть какую-то роль в предложении другую, да, то есть другую роль в предложении. Значит, может приходить в любом падеже. Четвертое, это то, что, да, мы говорили, помните, что слова имеют там род, число, падеж, состояние. Ну, падеж мы сказали, род здесь может быть в любом роде, да, согласно того, какого рода это слово. То есть род здесь не играет, может быть любой. Число также может быть любое. Про падеж мы сказали, и осталось состояние, да, которое следует сказать. Состояние, мы сказали, вроде бы не принимает артикль, не принимает там виль. А как определить его состояние? Вот это состояние будет определяться по вот этому второму слову, по аль-мулаф-илей, да, по мулаф-илей. То есть его состояние, определенности или неопределенности, определяется, вот это несогласуемое определение, да. Определяет то, что мы сказали, аль-мулаф-илей. Вот, значит, эти моменты следует учитывать. То есть мы будем смотреть, что если второе слово в определенном состоянии, то и вся конструкция в целом будет считаться в определенном состоянии. И первое слово, даже если у него нет артикля. Если второе слово будет в неопределенном состоянии, то и вся конструкция в целом будем ее рассматривать как в неопределенном состоянии. Так далее. Теперь второе. Возьмем несогласуемое определение и потом перейдем к примерам. И возьмем тоже примеры из самого учебника. Какие особенности у нас? Во-первых, если мы сказали, что мудав не принимает артикль, то здесь это слово может и принимать артикль, и может не принимать артикль. То есть состояние его может, по сути, быть любым. Это вот из четвертого пункта предыдущего столбика мы видим, что состояние определяет мудав филей, то есть он может быть и в определенном, и неопределенном состоянии. То есть может быть в определенном и неопределенном состоянии. Можно сказать с артиклем или без, хотя отсутствие артикля не всегда говорит о том, что слово в неопределенном состоянии. То есть иногда нет артикля, но слово считается в определенном состоянии. Ну, возьмем условно, да, как правило. С артиклем или без. И напоминаю, что этот факт, он и у нас определяет состояние всей конструкции. То есть если это слово в определенном, значит вся конструкция в определенном. Если в неопределенном, значит вся конструкция в неопределенном. Второе — это то, что про род, число — это все может быть разное. Здесь род, число, как и мудав, и мудав филей, они не согласуются. Не обязательно они должны согласоваться. Нету такого обязательного согласования между ними. То есть роде, число, да, состояние, мы сказали. Насчет падежа. Падеж у мудав филей всегда, всегда в положении, в положении, скажем, аль-джар, то есть то, что мы с вами называли родительный падеж. Помним, что я вам говорила, что это все условно. Да, условные названия, названия, потому что падеж, родительный падеж. То есть всегда в родительном падеже. Условное это название падежа, основная огласовка такого падежа это кастра. То, что у нас было после предлогов. Помните, я вам говорила, что после предлогов или там у нас слово стоит в родительном падеже. Основная огласовка кастра. Вот мудав филей это второе слово, которое всегда стоит в родительном падеже. Это в принципе в основе. И еще может быть слова там некоторые, которые наследуют. Такие вот как сифа, да, мы говорили, например, китабун там джадидун китабин джадидин китабэн джадидан Такие вот слова. Они могут наследовать падеж. И вот если они наследуют родительный падеж, то это вот третий случай. А остальные, больше случаев для такого падежа нет. Поэтому запоминайте вот это основа когда у нас приходит несогласуемое определение. хорошо. И теперь перейдем к примерам. Например, китабу да, аль бин ти китабуль бинти. Смотрите, китабу у нас приходит без артикля, без танвина. Да, вот сюда, если посмотрим. Падеж, ну, так как мы для примера говорим обычно в пример, да, как именительный вот китабу. может быть китаба, китаби, смотря какую роль в предложении. Вот. Аль бинти, то есть книга девочки. Книга девочки. Если я хочу сказать в предложении, например, да, скажу «ХАДА КИТАБУ АЛЬБИНТИ». То есть это книга какой-то определенной девочки. «ХАДА КИТАБУ АЛЬБИНТИ». Это книга девочки. Теперь, если я хочу сказать его, например, в нас себе, да, возьмем глагол «АХАДА», «АХАДУ», «ХАДА КИТАБУ» уже что я взяла? «ХАДА КИТАБУ», да, то есть уже нужно сказать прямое дополнение у нас «ХАДА КИТАБУ АЛЬБИНТИ». А здесь мы видим все равно «АЛЬБИНТИ» осталось, да, то, что я вам написала, что может приходить в любом падеже согласно его роли в предложении, а «МУДАФИЛЕЙ» он приходит только в этом одном падеже «АЛЬБИНТИ». И на примере скажу «АЛЬКОЛАМУ» 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 «РУЧКА», да, «АЛЬКОЛАМУ» «ФИИ» и теперь уже так как после «ФИИ» у нас идет положение «ДЖАР» «КИТАБИНТИ» «КИТАБИНТИ» «РУЧКА» «В «КНИГЕ» «ДЕВОЧКИ» То есть вот мы посмотрим, девочки здесь всегда одинаково. А вот это слово уже может меняться, да, то есть в зависимости от его роли в предложении. Вот. И оно основное здесь, да, то есть мы про что говорим? Про книгу, а уже какую книгу? Ага, которая принадлежит девочке, например. Вот. Да, так как такие основные моменты. Еще дополнительно то, что хотела сказать, так как мы сейчас перейдем к примеру из книги, там пройдемся, это то, что слитные местоимения, которые у нас приходили, по сути и есть, когда они приходят с именами, они по сути и есть вот этими несогласуемыми определениями, но в определенном состоянии, так сказать, хотя они не артикля. То есть когда я говорю китабун, и потом хочу сказать мой, да, там, или моя книга, то есть вместо того, чтобы сказать книга, там, девочки, я говорю книга моя, то есть она принадлежит уже не девочке, а принадлежит мне. И вот эти слитные местоимения, они в этом плане будут как раз и стоять на месте, заменяемом, да, или вот в этих примерах, аль-мулаф-илей. То есть они и будут мулаф-илей, то есть вот такие своеобразные, да, потому когда мы говорим, например, китаб плюс я, как в слитном местоимении, да, у нас получается, что китаби, то есть это мулаф-илей тоже. Или, например, китабу-ка, да, то есть тоже ка уже, или китабу-ки, то есть здесь ки, или китабу-гу, то есть его книга, или китабу-га, то есть ее книга. То есть вот это слитное местоимение тоже, по сути, является илафой. Ну, вот такой как бы специфической илафой, когда не просто они пишутся два подряд слова, а еще и сливаются вместе, играют такой урок. Хорошо, я надеюсь, вот как бы основа этого правила всем стала понятна. И перейдем к примерам из учебника, иншаллах. Возьмем по примерам. Исми-бакр. Исми, да, то есть это Исм и Я, мое имя. Это тоже илафа, да. Мигна-ти-хабиб. Опять же, мигна, была там работа в конце, добавили Я, то есть моя профессия уже. Мигна-ти-хабиб. Так, тоже фи-хабиба-ти-в моей сумке. Здесь хабиба плюс я. То есть в моей сумке. Тоже, видимо, илафа уже у нас с первых предложений встречалась. Она очень часто встречается. Тут уже нету. Так. Дальше. Вот предложение. То есть Ибрагим зашел как бы через дверь комнаты. Смотрите, мин требует после себя родительного падежа, поэтому вот это первое слово мулаф, да, оно в этом положении пришло, дяр, потому что перед ним предлог. А аль-худир-ти, то есть двери комнаты, тоже пришло в этом падеже, но не потому, что она согласуется с ним, потому что она всегда в этом падеже приходит, да. Двери комнаты. То есть здесь они как бы не принадлежат комнате, а как бы относятся к ней, да, то есть являются ее частью. Вот. Тоже у нас есть ба-баль-хубуби. Такие слова, как вот нет, как бы несколько, да, тоже будет приходить в роли мудав. а-тат-табибу Ибрахима ба-баль-хубуби. То есть врач дал Ибрахиму несколько таблеток. Видим ба-ба, что он дал, это прямое дополнение, и аль-хубуби, да, как бы дает ему вот это определение такое, стоит в положении джар, то есть это мудав-билей. То есть здесь у нас мактабату мудав, да, мы видим эту библиотека и относится к ней, или к чему относится эта библиотека, аль-махат-институт, то есть библиотека института. Видим, что института мудав-билей стоит в положении джар. Кесра как бы подсказывает нам это. Хана вакту наступило время обеда. Опять же, наступило что? Время чего? Обеда. Аль-хубуби, мудав-билей. Видим, это положение. Аинди саласату рия-ля-тин. С числительными есть с разной конструкцией, но вот от трех до десяти у нас получается эдафа тоже. У меня тут еще и инди тоже идет как эдафа. И саласату рия-ля-тин. Тоже мудав и мудав-илей. Здесь идет еще специфические правила с этим числительным, но тем не менее это тоже эдафа. Дальше кара-ту тиса-ата дурусин. Тоже тиса-ата дурусин. Девять уроков. То есть тоже это мудав- и мудав-илей. Далее я прочитал книгу хадисов. Тоже кого что прочитал китаба и мудав-илей с кастры мы видим. Да? Вот. То есть вот много сколько примеров уже мы видим. Дахальту мактабе таль ма-гади тоже пример такой был. Мактаба я зашел в библиотеку института. Далее гадихи сухуфу льявми то есть это газеты сегодняшнего дня. То есть сегодняшние газеты мы говорим. Сухуфу гадихи сухуфу льявми то есть мудав- и мудав-илей тоже. Аль-ха-гибату аля мактаби мактаби слитное местоимение то есть то что я вам сказала это тоже будет илафа. Далее саллим аля ва-ли-ди-ка то есть после аля поприветствуй кого да своего или да твоего отца ва-ли-ди потому туд-ди потому что после аля ика слитное местоимение вот здесь примеры разобрали и последний урок здесь тоже ас-сухуфу аля раф фил мактабати аля раф фил да то есть на полке нижного шкафа тоже аля раф идет касра аль-мактабати касра потому что это мудав-илей так так далее тоже аль-кутубу аля руфу фил мактабати там было раф а здесь множественное число на полках книжного шкафа да аль-кутубу книги на полках книжного шкафа после аля у нас идет джар и это мудав и аль-мактабати мудав-илей всегда тоже в этом положении находятся хал-ха-да дур-джу-ка тут со слитным местоимением дур-джу-ка далее идет фил-китаби тиса-ату-ду-ру-син тоже пример тиса-ату-ду-ру-син был осчислительным уже у нас ранее и так мы видим много примеров да то есть вот несмотря на то что мы не взяли там большой объем лексики и предложений но тем не менее уже здесь достаточно большое количество этих конструкций встречалось и поэтому вы видите насколько часто они используются в арабском языке и поэтому необходимо их вот на начальном этапе как бы познакомиться да как они строятся вы можете много других конструкций с помощью уже тех лексических единиц которые есть составить и написать под под этим видео если если пожелаете или оставить записать себе просто как пример в тетрадке благодарю вас за то что были со мной надеюсь эти уроки для вас полезны делитесь распространяйте и встретимся с вами на следующем уроке السلام алейкум рахматологи овери ракет и алейкум и алейкум и алейкум и Продолжение следует...